Приветствую вас. Первое, что нужно понять, это то, что ваша дочь больше не ребёнок. Ей в 17 лет, она уже достаточно взрослый человек, и ей пора самой принимать решение за свою жизнь. То, что вы считаете ребёнком, в некотором смысле и определяет то, что сейчас с ней происходит. То есть у человека отсутствует чувство ответственности за свою жизнь, у человека отсутствует чувство ответственности за то, что она делает. Смотрите, она поступает в университет, она поступает куда-то, и после этого ей он не нравится, и она говорит, что хочет уйти. Почему? Это означает, что она поступала не для себя, а скорее всего для, ну, не знаю, может быть для вас, может быть, потому что так и казалось правильным и так далее. То есть сейчас ни о каком ключе к подростковой психике нет речи, потому что ваш ребёнок уже взрослый. И говорить можно только о том, чего хочет она, о её позиции жизненной, о том, что ей нужно, о том, что ей интересно, что ей интересует и так далее. Если вдруг она потерялась интерес кучей обид, значит, что? Что-то произошло. Что произошло? Может быть, она устала просто, ей хочется отдохнуть, может быть, какие-то события произошли в жизни. Исходя из того, что вы описываете, я склонен предположить, что вы такой гиперопекающий тип родителя. И исходя из этого, я могу предположить, что ваш ребёнок привык к тому, что она самая лучшая, что у неё всё будет здорово, что она самая красивая, самая правильная и так далее, и так далее, и так далее. Потому что ваша дочь, именно так, ваша дочь, не ребёнок, столкнулась с трудностями, которые, скорее всего, она не ожидала, которых, скорее всего, как она думала, у неё не будет. И вопрос, который у меня к вам, только такой. Почему вы не подготовили свою дочь к возможным трудностям? Почему так произошло? Вот, на мой взгляд, это то, что вам нужно, о чём вам нужно подумать. Что делать сейчас, с дочерью? Значит, во-первых, дочь следует выслушать, чего она хочет. Во-вторых, перестать ей помогать. То есть, сказать, да, хорошо, ты, если не хочешь учиться, можешь не учиться. Это, как бы, твой выбор, но, соответственно, если ты не будешь учиться, то мы тебе, как бы, будем обеспечивать только самое необходимое. То есть, какая-то еда, может быть, там, ну, в общем, самое такое необходимое. Никакой косметики, там, никакой одежды такой вот нарядной, да, никаких карманных расходов, ничего. Она уже взрослая, поймите это, пожалуйста. И как взрослому человеку, даже если она ещё психически незрелой, ей уже пора вливаться в активную взрослую жизнь. Ваши отношения, к сожалению, мешают, очень, очень сильно мешают ей сделать правильный шаг. Сейчас, на мой взгляд, ваша дочь пытается установить свои личные границы. Пытается проверить, что она может. Пытается проверить, кто она и так далее. Важно ли это? Да, очень важно. Это очень важно. Вот, то, что она делает сейчас, это очень важно. Можно ли не давать ей это? Можно ли ей, ну, я не знаю, запрещать это? Это зависит от того, чего вы хотите для своего ребёнка. Если вы хотите, чтобы ребёнок был счастлив, если вы хотите, чтобы у ребёнка всё было здорово, если вы хотите, чтобы ребёнок был привязан к вам, ну, соответственно, требуется другая модель поведения. Вот. Пока что, что вы можете сделать, это спросить у неё, вот если твоё место не здесь, как ты говоришь, что где твоё место, чего ты хочешь? Ну, ведь может же быть такое, что человек занялся с чем-то и понял, что ему это не предусмотрено. Может же такое быть? Может же такое быть? Вполне может быть. И зачем её уговаривать? И приводить примеры из жизни. Если она, может быть, не хочет эти примеры слушать, а ей нужна, допустим, поддержка от вас. Именно поддержка в том, что она делает, понимаете? Вот. Ну, то есть это вот такие довольно вещи, которые вы либо сейчас увидите и подкорректируете своё поведение, либо вы будете продолжать действовать, как бы, как играющий в игру. Я просто хочу тебе помочь. Решать, конечно, вам. Девочка уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно, например, обратиться к психологу, да, ну, может быть, с вашей помощью финансовой. Ну, вот. И, соответственно, чтобы самостоятельно уже проговорить свои проблемы, если они у неё есть. То есть, совершенно не обязательно за 18-летнего человека решать его проблемы. Понимаете? Тем больше сейчас ответственности будет у неё, тем больше шансов, что она сможет самостоятельно справляться с жизненными трудностями, потому что дальше по жизни ей будет сложнее, не легче, только сложнее. И вы же не будете всё время ей помогать. Правильно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!